Друзья, я вновь Рада приветствовать вас, но уже не в аудитории, а в реальной химической лаборатории. И сейчас с вами наши молодые ученые Ксения Никифорова и Елена Степанова, доцент, проведут химический эксперимент. Но вначале мы с вами чуть-чуть поговорим про технику безопасности. Хотя мы заявили эксперименты как абсолютно безопасные, и это так, но химия такая штука, которая не терпит ошибок. Поэтому мы обязательно надеваем перчатки, защитные очки, какую-то одежду, которую не жалко испортить. Ну, в данном случае мы в лабораторных халатах. В общем, это все несложно. Подойдут даже очки с диоптриями. Прежде чем повторять что-то дома, пожалуйста, подготовьтесь. Я передаю слово Елене Владимировне. Здравствуйте, ребята. Помните, что химия – это не только интересно, но иногда может быть и опасно. Сегодня мы вам покажем безопасный эксперимент. Мы покажем вам, как в домашних условиях сделать экофрендный полимер. Для этого нам понадобятся ингредиенты, которые есть практически у каждого дома. Это пена для вредья, маска-пленка, обычная сода, которая есть у каждого на кухне, жидкость для чистки линз, не совсем обычная, но очень легко купить в любой аптеке. И пищевой краситель. Цвет выбирайте по своему вкусу, можно добавить бусинки, блестки, кто как хочет. Сейчас мы приступим к эксперименту. Нам понадобится какая-то емкость, в данном случае это химический стакан. Мы будем добавлять ингредиенты. Сначала добавим маску-пленку. Примерно 40 мл. Этот тюбик около 80, то есть я дополняю половину. Следующий компонент – это пена для вредья. Нам ее необходимо добавить примерно в два раза меньше. В любом случае любые компоненты вы сможете добавлять позже по мере необходимости. Теперь нам нужно добавить немного воды. Воду мы добавим с помощью дозатора. 10 мл. И еще раз. Теперь необходимо все это размешать. Вы можете воспользоваться ложкой. У нас специальные стеклянные красивые палочки. Так, мы размешиваем до однородной массы. Более-менее однородной массы. Добавляем примерно 1 грамм пищевой соды. Ну а как же навесить соду, если нет пищевой соды? Это примерно половина чайной ложечки. И теперь надо все тщательно перемешать и добавить краситель. Сегодня у нас вот прекрасный розовый цвет. Вот уже приобретается прекрасный цвет. И приятная консистенция. Очень похоже на крем до торта, но, пожалуйста, ничего не пробуйте. Помним, что химия. Есть химия. Мне понадобится шпатель для лучшего перемешивания. Ну или ложечка, только побольше в домашних условиях. Так, ну более-менее стало все однородно. И наш секретный ингредиент, который придает этой массе теперь тягучесть, это жидкость для контактных линз. Надо нам добавить только 2,5 мл. Мы будем пользоваться грантировочной пробирочкой. То есть это обычная пробирка с делениями. Вы можете использовать также чайную ложечку. Вот можете посмотреть примерно какой объем. Мы добавляем эту жидкость к нашей смеси и активно перемешиваем до загустения этой массы. Теперь мне понадобится чуть-чуть больше времени для того, чтобы эта масса приобрела нужную нам консистенцию. А пока Елена Владимировна вам расскажет, что же тут произошло в нашем химическом стакане. Давайте разберемся, какие же ингредиенты мы добавили. Первое – это была маска-пленка. Основной ингредиент маски-пленки – это поливиниловый спирт. На самом деле он используется много где. Вы можете проверить какие-либо тюбики с косметикой или шампуни, которые у вас есть дома. Почти наверняка во многих из них обнаружится поливиниловый спирт. Он используется как запуститель в различных кремах и шампуне, а также как эмульгатор в пищевой промышленности. Эмульгатор – это вещество, которое способствует тому, чтобы две несмешивающиеся жидкости хорошо перемешались и не разделились на слои. В нашем случае поливиниловый спирт придаст нашему слайму консистенцию пленки. Еще одним интересным ингредиентом маски-пленки является поливинилпиролидон. Это также интересный полимер. Он содержится во многих веществах, в том числе во многих лекарственных препаратах. Он является комплексообразователем и способствует выведению токсинов. Нашему слайму он придаст некоторую прочность. Также важным компонентом является пена для бритья. Дело в том, что пена для бритья состоит из таких компонентов, называющихся поверхностно-активные вещества. Они состоят из… Молекула поверхностно-активных веществ состоит из двух компонентов. Это гидрофильная голова и липофильный хвост. Гидрофильная голова способна удерживать такую же молекулу рядом, тоже головой. И мыльные пузыри образуют такой двойной слой, состоящий из таких молекул, и образуют пленку. Пена для бритья придаст нашему слайму пышность и хорошую консистенцию. Ну и секретный ингредиент, который нам необходимо добавить, это жидкость для линз. Дело в том, что она содержит тетраборат натрия. Это вещество также используется во многих отраслях промышленности, в том числе в качестве антисептика и инсектицидного препарата. В нашем случае она придаст массе загустения. И именно она удержит все компоненты вместе и не даст нашему слайму развалиться. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Так, ребята, я все мешаю, потому что здесь надо набраться терпения и не проворонить тот момент, когда у нас наша масса начинает, видите, менять свое агрегатное состояние, то есть превращается в такой вот аналог жвачки. Сейчас еще и много слайм в магазинах продается, но вот можете сделать такое самостоятельно из подручных ингредиентов. Это еще не готовый полинен. Сейчас необходимо замешивать его уже руками. Я думаю, будет намного лучше. Поэтому вам нужны, конечно, перчатки. Я возьму немножко. И теперь смотрите, когда у вас еще крем, но еще не слайм, надо по чуть-чуть добавлять жидкости для контактных линз и просто растирать и мешать. То есть здесь уже нет такого точного рецепта, вы просто по консистенции должны почувствовать, что она меняется. В перчатках я, потому что, во-первых, здесь все равно есть химия, хоть она и не опасная, да? Во-вторых, краситель, если вы будете использовать, все ваши руки, естественно, покрасьте. Смотрите, у меня уже изменилась консистенция, стало уже намного гуще все. Процесс не приятный, конечно, но скоро мы уже на финишной прямой, я уже чувствую, что у меня начинает отлипать от перчаток. Елена Владимировна, что нам еще надо добавить? Нам нужно еще немножко солны. Так, давайте, давайте. Помогите. Чуть-чуть, чуть-чуть. Буквально крупинку тоже мы это делаем уже на глаз. И я уже чувствую, как у меня слайм приобретает другую консистенцию. Просто перемешиваю в руках. Сейчас чуть-чуть. И еще добавьте, или можно? Этот рецепт слайма вы можете записать, мы можем вам попозже еще раз поговорить. Если вы не успели, спрашивайте в комментариях, мы обязательно выложим соотношение ингредиентов. И, наверное, еще раз надо мне. Он уже хорошо припадет. Да, уже намного лучше. Уже практически получился желаемый результат у нас с вами. Смотрите, как уже классно все тянется. Но еще липнет. Поэтому еще добавим цитрапората натрия. Еще чуть-чуть. Ну, почти. Да, да, почти. Здесь главное тоже не перелить, поэтому вы сразу много не наливайте. По чуть-чуть, иначе все испортится. Вот уже, вот, смотрите. Классно. Это уже готовый слайм. Полимер особо не держит форму, но он так и задумывается. Да, слайм. Или лизун по-простому. То есть мы можем растянуть это как пленочку. Можем чуть-чуть изменить консистенцию, добавить немножечко соды, еще шепотку. Ну, вот, смотрите. Так, у нас время, время уже много прошло. Я думаю, что вам понятно более-менее, да, что получилось. Это можно сделать немножко погуще, если вы будете продолжать перемешивать. Ну, и чуть-чуть больше соды добавить. Вот в итоге у нас получилось. Полный прогрязь. Ну, вот такая вот степенция. А сейчас мы перейдем к другому полимеру. Это у нас все растекается. Я прошу себя. Да. Сейчас мы с вами будем делать более простой вариант, и консистенция полимера будет другая. В его состав входит средство для мытья посуды и крахмал. То есть всего два ингредиента, и все будет очень просто. А сейчас Елена Владимировна вам чуть объяснит, что это будет, а я пока подготовлюсь. Сейчас мы сделаем еще один вариант слайма, который гораздо более простой. И состоит всего из двух ингредиентов. Первый из них – это уже известное вам мыло, которое состоит из поверхностно-активных веществ. Оно формирует пузырьки точно таким же образом. На самом деле поверхностно-активные вещества содержатся в очень многих субстанциях, которых мы используем. Это, например, обычное растительное масло для жарки или любое мыло, которое мы используем. И второй очень важный ингредиент этого слайма – это крахмал. Это биополимер, состоящий из многих юнитов сахаров. Если мы отделим все связи этого полимера, то мы получим простую глюкозу. Все, давайте приступим. Я готова продемонстрировать. У нас просто стеклянная тарелка, это вообще-то кристаллизатор. Вы можете взять любое блюдо. Вот так видно. Мы совершенно на глаз добавляем крахмал. Крахмал может быть любой, гукурузный, картофельный, какой угодно. Добавляем крахмал. И средства для мытья посуды тоже на глаз. То есть вы, когда начнете все это перемешивать, по консистенции поймите, крахмалу надо добавлять столько, чтобы у вас эта субстанция начала отходить от рук. Просто как тесто. Все надо крахмал. И это все вымешивается. Попробуем обычное тесто. Да, да, совершенно верно. Но не забываем, что это химия. Есть это. Пробовать нельзя. Все, я вымешиваю. Субстанция приобретает пластичное очень состояние. Смотрите, уже можно что-то слепить. Еще растекается, поэтому еще чуть-чуть добавим крахмала. Крахмал. Вот, посмотрите, вот что у нас получилось. Похоже на тесто и пластилин. Вполне. То, что можно сделать в домашних условиях. Так. Мы приступаем к последней части нашего эксперимента. Это взрыв вулкана. Этот челлендж вы можете найти, если перейдите по ссылке, под описанием. То есть это вы можете повторить у себя дома. Рецепт там описан. Мы сделаем его чуть-чуть более эффектным. Постараемся. Это настоящая тяга. Здесь проводятся химические эксперименты в нашей лаборатории. То есть у нас все безопасно. Просто сосуд стеклянный. Вы можете взять такую бутылку. Какой-то поддон обязательно, потому что этот чел может выйти до раньше. Я добавила туда просто две капельки красителя. Сейчас я добавлю средства для мытья посуды. Примерно 50 миллилитров. То есть тут тоже необязательно соблюдать все объемы. Перекись водорода. Вы можете использовать перекись из вашей аптечки. У нас чуть-чуть более концентрированный. И последний ингредиент. В данном случае это катализатор процесса. Это калий и одисты. У вас это будут дрожжи. Чуть-чуть перемешаем. И добавляем катализатор. Выделяется тепло, поэтому с этим экспериментом надо быть крайне внимательными, аккуратными. на самом деле эта пена абсолютно безопасна. На самом деле эта реакция очень простая. В ней используются уже известные нам мыло верхностно-активные вещества. И перекись водорода. Она легко разлагается на обычную воду и кислород. Под действием катализатора, который в нашем случае был гадидом калия. Но также можно использовать обычные дрожжи. Все очень просто. Выделяющийся кислород образует пену вместе с мылом. Вот такой у нас получился цветной вулкан. Я надеюсь, вам понравилось химичить вместе с нами. Присоединяйтесь к нашему челленджу, выкладывайте фото-видео, покажите, что получилось у вас. Мы будем рады все это посмотреть. Все, до встречи. Пока-пока. Итак, мы побывали в реальной химической лаборатории, где всегда рады вас видеть и всегда рады проводить с вами эксперименты. эксперименты онлайн, оффлайн. Пишите свои комментарии в чате, задавайте вопросы. И на связь мы с вами выходим в 5 часов вечера. Подключайтесь. Мы там с вами посмотрим и поиграем в квиз и скажем, что будет на следующий совместный с вами день, который состоится недельки через 2. Я думаю, что вам станет интересно, и вы обязательно подключитесь к нам. Счастливо!